приветствую вас во второй части и мы продолжаем вязать куколку сейчас вам понадобится тот цвет которым будут у вас балеточки на куколке балеточки у меня не съемные поэтому я буду начинать именно цветной пряжи если же вы хотите балетки связать отдельно вяжите ножки то начинаете с телесного цвета и соответственно не вставляете туда уже каркас из картона то есть вы сейчас по ходу поймете о чем я говорила и так вяжем начальную петельку и набираем цепочку из 10 воздушных петелек 1 петель по 2 3 4 5 6 7 мая 8 9 и 10 теперь делаем две петли воздушная подъема 1 2 накид и третью петельку от крючка вяжем 4 столбика с накидом 1 столбик накид сюда же второй столбик накид сюда же третий столбик накид сюда же четвертый столбик получается две воздушные петли подъема нам заменили первый столбик и мы довязали еще 4 столбика с накидом у нас получается 1 петельки 5 столбиков с накидом теперь делаем накид находим следующую петлю и вяжем 1 столбик находим вторую петельку от этого столбика и вяжем сюда еще один столбик далее в следующую петлю мы вяжем по счету уже третий одиночный столбик четвертую петлю 4 далее пятую следующую петлю 5 далее 6 далее 7 одиночный столбик с накидом и 8 столбик с накидом у нас осталась одна петелька мы в нее вяжем 5 столбиков с накидом в одну петелечку и так первый столбик с накидом сюда же второй столбик с накидом делаем накид сюда же вяжем третий столбик и сюда же вяжем четвертый и пятый столбик как вы видите у нас постепенно вязание повернулась на другую сторону поэтому сейчас мы провяжем каждую из восьми петель и последующих тоже по столбику как и изначально с той стороны и так следующую петельку вяжем первый столбик следующую второй столбик далее третий столбик далее четвертый столбик далее пятый шестой седьмой столбик и восьмой теперь находим вторую воздушную петлю подъема и делаем нее соединительный столбик первый ряд окончен и по кругу у нас сейчас провязано 25 столбиков у нас получился вот такой овал теперь провязываем две воздушные петли 1 2 и начинаем получается третий ряд от воздушной цепочки делаем 1 столбик с накидом ту же петлю основания двух воздушных петелек это получается у нас сейчас в одной петле два столбика теперь делаем накид и в следующую петельку вяжем такие же два столбика с накидом далее в третью петельку вяжем тоже 2 столбика с накидом 1 и сюда же второй четвертую петельку тоже 2 столбика то есть делаем просто 5 прибавлений подряд четвертый столбик 2 столбика и в пятый столбик вяжем тоже 2 столбика то есть из 5 предыдущих столбиков у нас получилось в этом ряду уже 10 столбиков Теперь делаем накид и в каждую из 8 последующих петель вяжем по столбику. В первый столбик вяжем первую петельку первый столбик, далее в следующую второй столбик, в следующую петлю третий столбик, в следующую петлю четвертый столбик, в следующую петлю пятый столбик, в следующую петлю шестой, в следующую седьмой и в следующую восьмой столбик. Теперь нам нужно снова из 5 предыдущих столбиков в этом ряду связать 10. Поэтому вяжем 5 прибавлений подряд. В каждую из 5 последующих петель по 2 столбика с накидом. В первую петельку 2 столбика, во вторую петельку 1 столбик, сюда же 2. В третью петельку 1 столбик, сюда же 2. В четвертую 1 столбик и сюда же 2 с накидом. пока вяжем столбики с накидом обратите внимание и в последнюю пятую петельку вяжем точно так же 2 столбика с накидом до конца третьего ряда или второго ряда столбиков у нас остается 8 петелек вот мы вяжем 8 столбиков с накидом в каждую петлю по столбику 1 петелька 1 столбик далее 2 2 3 3 столбик 4 4 далее 5 6 7 и последний восьмой столбик находим вторую петельку подъема воздушной цепочки начальной и вяжем сюда соединительный столбик мы прибавили еще 10 столбиков в этом ряду поэтому в конце второго ряда столбиков или третьего ряда общего вязания 35 столбиков по кругу теперь начинаем четвертый ряд делаем две воздушные петли подъема очередные накид и вяжем один столбик с накидом петлю основания воздушной цепочки то есть получается в первую петельку связано два столбика теперь делаем накид следующую петельку вяжем просто столбик с одним накидом делаем накид и следующую петельку вяжем прибавлением первый столбик и сюда же второй столбик то есть прибавление следующую петельку вяжем столбик то есть мы изначально связали два столбика затем столбик снова два столбика затем столбик два столбика столбик и еще тогда вяжем снова два столбика в одну петлю то то есть прибавление, столбик. И последний раз два столбика, столбик. То есть всего нам нужно провязать, чтобы вы не запутались, пять раз. Два столбика, столбик, то есть прибавление, столбик, первый раз. Затем прибавление, столбик, второй раз. Прибавление, столбик, третий раз. Прибавление, столбик, четвертый раз. Прибавление, столбик, пятый, последний раз. То есть всего нам нужно провязать 5 прибавлений, чередуя прибавление столбик, прибавление столбик. Теперь мы повернули плавно вязание на вот эту сторону верхнюю, поэтому делаем накид и в каждые последующие 8 петелек вяжем по столбику. То есть вяжем подряд по столбику 8 раз. Первый столбик, следующую петлю второй столбик, следующую третий, следующую четвертый, далее пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Провязали 8 столбиков и нам нужно аналогично первому полукружочку связать второй полукружочек. Поэтому мы будем вязать сразу, начинаем с прибавления, то есть вяжем 2 столбика с накидом в первую петельку, затем вяжем в следующую петельку столбик. Снова 2 столбика, следующую петельку столбик. Это второй раз. Теперь 2 столбика в одну петлю, столбик в третий раз. 2 столбика в следующую петлю, столбик в четвертый раз. И 2 столбика в следующую петлю, столбик в пятый раз. То есть аналогично первому полукружочку мы связали зеркальный второй полукружочек. И до конца этого ряда у нас остается 8 петелек. Поэтому мы довяжем до конца этого ряда в каждую петельку 8 столбиков по столбику в одну петлю. Первый столбик, далее второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и последний, восьмой столбик. Во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик. И у нас довязан по счету получается четвертый ряд от цепочки, либо третий столбик с накидом. И в конце этого ряда у нас получается добавились снова 10 столбиков. Поэтому у нас сейчас по кругу 45 столбиков с накидом. Вот теперь нам на этом этапе нужно привытянуть крайнюю петельку, чтобы она нам не мешала. И прикладываем вот эту образовавшуюся подошву, наш овальчик, к картонке. Нам нужно, смотрите, обвести сейчас ручкой по картонке вот этот овал и вырезать на полы ряда меньше. То есть смотрите, на пол сантиметра по граням меньше. Смотрите, вот вы обвели овал и вырезаете по краю на пол сантиметра меньше, чем этот овал. То есть по всему периметру. И лишь затем мы сейчас продолжим наше вязание дальше. Вот я вырезала овальчик. Так как у меня картоночка такая не слишком плотная, я вырезала два. И в каждую из подошвочек я буду вставлять по два вот таких овала. Теперь овалы нам пока не нужны, мы их отлаживаем, подтягиваем петельку и продолжаем дальше наше вязание. Сейчас у нас пятый ряд, поэтому мы продолжаем вязать в каждую вот петельку, в каждую, в каждую, в каждую, без петли подъема, по столбику без накида. Обратите внимание, мы переходим с вязания столбиков с накидом на без накида. Итак, в каждую петельку без петли подъема мы будем вязать по столбику без накида. Их у нас столбиков 45, поэтому мы сейчас в каждую петельку без каких-либо изменений будем вязать по столбику без накида. Вот сейчас мы начали с вами пятый ряд. И нам так нужно провязать по спирали без петель подъема, просто по столбику без накида в каждую из 45 петель по овалу нашему, по периметру. 4 рядочка. Смотрите, сейчас у нас пятый ряд, мы вяжем, 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 пятый, шестой, седьмой и восьмой. Четыре ряда столбиков без накида по всему периметру без петель подъема. Связали 4 ряда и вот мы видим хорошо, четко две петли подъема наши, которые начинают следующий ряд. Сейчас я вам рекомендую отметить начало следующего ряда ниточкой другого цвета, чтобы вам было хорошо видно и чтобы вы не путались. Теперь смотрите, нам сейчас, начиная с девятого ряда, нужно будет вывязать уже мысочек. Поэтому мы сейчас вяжем 24 столбика без накида подряд, начиная с первой петельки. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, далее третий, четвертый, пятый, затем шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий и двадцать четвертый столбик. Довязали 24 столбика подряд, а сейчас нам нужно сделать 4 убавления подряд. Что мы делаем? Мы, как всегда, за 2 полупетельки передние захватываем, провязываем сначала эти 2 полупетельки, а затем 2 оставшиеся на крючке. И так повторяем 4 раза. 2 полупетли, вяжем столбик без накида. 2 полупетли, из них вывязываем столбик без накида. То есть я не чередую столбик без накида убавления, а просто вяжу 4 убавления подряд, но при этом захватываю 2 полупетли ближайших петель и вяжу убавления. Провязали 4 подряд убавления, до конца 9 ряда у нас остается 14 столбиков без накида. Вот я в каждую петельку по столбику вяжу 14 столбиков до отметочки вот этой начала ряда. И убавив тем самым 4 петли, у нас до конца ряда будет 42 столбика без накида. Почему 42? Потому что, смотрите, мы не делали петлю подъема, а сразу вязали столбики. И у нас здесь добавился к тем 45, которые у нас были, еще один столбик, который мы провязали. Поэтому мы сейчас, сделав 4 убавления от 46, отняв 4, у нас получается 42. И вот мы сейчас довязываем оставшиеся 14 столбиков до конца ряда. И теперь нам нужно будет как раз таки задействовать наши каркасные вот эти вот стелечки. У меня их две, у вас если картоночка поплотнее, то одна. И находим вот там, где у нас убавочки. Начиная с той стороны, начинаем продевать вот так вот наш каркасик. Плавно, хорошо, ложа его на дно балеточки. После того, как вставили стельку каркас на дно, продолжаем делать убавления. Мы сейчас провяжем от первой петельки, начиная 21 столбик подряд. В каждую петельку по столбику 21 раз. 1, 2, 3, 4, 20, 21. Связали 21 столбик, а теперь нам нужно подряд сделать 6 убавлений. То есть мы захватываем 2 полупетельки до передней стеночки, делаем первое убавление. Далее, 2 следующие полупетельки, второе убавление. 2 следующие полупетельки, третье убавление. 2 следующие полупетельки, четвертое убавление. 2 следующие полупетельки, 5 убавление, и, наконец-таки, 2 следующие полупетельки, последнее, 6 убавление. Связали 6 убавлений подряд, и у нас остается 9 столбиков до конца ряда довязать. То есть, каждую петельку из оставшихся 9 вяжем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Связали до конца ряда. Это получается у нас по счету от начала 10 ряд, конец. И в конце 10 ряда у нас с убавлениями 6 получилось 36 столбиков, провязанных по кругу. Теперь нам эти 36 столбиков в 11 ряду нужно провязать в каждую петельку по столбику. То есть, как бы выровнять наши убавления в столбики без накида. Поэтому в каждую петельку, начиная с первого столбика, вяжем над столбиком предыдущего ряда по столбику в этом ряду. То есть, 36 столбиков без накида по кругу до начала 12 ряда. Довязали 35 столбик, а 36 мы немножечко свяжем по-другому. Смотрите, 36 вы вводите крючок в последний столбик. Захватываете рабочую ниточку, а верхушечку, макушечку делаете уже ниточкой телесного цвета. То есть, вы вязали, к примеру, балеточки, вот как я, розовые. А потом меняете цвет ниточки на телесный. То есть, это у нас уже будет цвет ножки нашей. И теперь мы будем вязать 12 ряд за задние полупетельки, вот за задние стеночки. Начинаем вязать за задние стеночки 18 столбиков без накида. Первый столбик, в следующую полупетельку заднюю второй столбик, в следующую третью, третий столбик и так далее. То есть, мы сейчас будем вязать за задние стеночки. Сейчас можно маркер вытащить, у нас будет переход цвета, четко виден вот здесь вот. И я предлагаю вам отрезать розовый цвет, он нам больше не понадобится. И просто, чтобы не прятать кончики, никакие краешки, это внутренняя сторона, поэтому я предлагаю вам просто завязать между собой ниточку телесного краешек остаток цвета и ниточку цвета балеток. То есть, у меня это розовое. И вот так вот вовнутрь прячем кончики. Они нам не нужны, поэтому продолжаем дальше вязать. Мы связали 3 столбика за заднюю стеночку, а нам нужно 18, поэтому продолжаем. 4, 5 и так далее. 18 столбиков нам нужно провязать от смены ниточки на телесный. Вязали 18 столбиков и, как вы видите, благодаря тому, что мы вяжем за заднюю стеночку, у нас получился вот такой вот трубчик из розового цвета, то есть, как бы край нашей балеточки. И теперь продолжаем вязать после 18 столбиков в 12-м ряду 6 убавлений подряд. Убавление здесь за передней стеночкой не получится делать, нам нужно вязать за задней, поэтому я буду делать классическим способом. Захватывать сначала полупетлю с первой петелечки, рабочую ниточку, вот так вот, а затем со второй полупетли рабочую ниточку и делать общую вершину трех полупетелек. Это первое убавление, затем второе раз, то есть, я делаю классические убавления. Второе убавление подряд, далее захватываю только за задние полупетельки, третие убавления делаю подряд, далее четвертое. Постарайтесь не сгинать картонку, чтобы она у вас имела, держала хорошую форму. И теперь пятое убавление вяжем и последнее, шестое убавление. До конца ряда у нас остается 6 столбиков, поэтому довязываем каждую петельку по столбику без накида, продолжая вязать за задние стеночки, даже только за задние полупетли. Первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый и последний, шестой столбик. Шестая полупетелька. Наш 12 ряд практически закончен. И у нас по кругу, благодаря убавлениям, получилось 30 провязанных столбиков без накида. Вот эту ниточку все-таки прячьте, вот так вот, вовнутрь. И теперь немножечко привыкните крайнюю петельку. Нам сейчас можно, в принципе, наполнить вот это отверстие, чтобы у нас была, как бы, такая вот объемная ножка. Объемная балеточка, объемная ножка. Поэтому я вам сейчас рекомендую, пока отверстие довольно-таки большое, наполнить хорошо ножку. То есть вот так вот распределяете по всем краюшкам вот так вот ножки. И благодаря нашему каркасу, вот этому картонному, держится хорошо ровно подошвочка. Поэтому набиваем хорошо так вот наполнителем нашим, придаем форму нашей стопе и красивый вид балеточки. Наполнили не слишком плотненько, чтобы холофайбер не вылазил, нам не мешал вязать. Поэтому продолжаем вязать 13 ряд с 15 столбиков без накида. Начиная с первой петельки, вяжем уже за обе стеночки. Первый столбик, далее во вторую петельку второй столбик, третью петельку третий и так далее. То есть вяжем подряд 15 столбиков без накида. Связали 15 столбиков. Обратите внимание, вяжем за обе стеночки. Это уже у нас пошла ножка телесного цвета. После того, как провязали 15 столбиков, делаем 6 подряд убавлений. И теперь я уже могу за передние стеночки вязать тайные убавления. Итак, за передние две полупетли захватываем первое, делаем убавление. Далее за две передние полупетли второе убавление вяжем. Далее поворачиваем удобной для себя стороной третье убавление вяжем. Далее четвертое. Далее пятое. И последнее осталось шестое убавление. Вяжем убавление так поплотнее, чтобы не оставалось никаких дырочек. Итак, связали 6 убавлений. И в 13-м ряду у нас остается в конце 3 петельки. Вяжем каждую петельку по столбику без накида. Первый столбик. Следующую петлю второй. И последний. В 13-м ряду третий столбик. В конце этого ряда у нас получилось по кругу 24 провязанных столбика, благодаря убавлению. И теперь в 14-м ряду мы будем чередовать, провязывая 2 столбика без накида, убавление, 2 столбика без накида, убавление. То есть, как в конце головы, мы убавим в ряду 6 петелек. Чередуя 2 столбика убавления 6 раз, у нас получится в конце 14-го ряда всего лишь 18 столбиков. Поэтому начинаем отсчитывать первый столбик в первую петлю, второй столбик во вторую петлю, а далее делаем третью, четвертую полупетлю, захватываем и вяжем убавление. Это первое. Далее в столбик раз, в следующую петлю вяжем столбик два, а в следующие две полупетели вяжем убавление. Это второй раз. И тогда вяжем еще 4 раза, чередуя 2 столбика убавления. Связали последнее шестое убавление, теперь перевытягиваем петельку и окончательно хорошо наполняем нашу стопу. Окончательно хорошо наполняем и отмечая начало 15 ряда ниточкой контрастного цвета, нам нужно провязать с 15 по 39 без изменения по 18 столбиков оставшиеся без накида в каждом ряду по спирали. То есть нам нужно связать высоту 25 рядочков для того, чтобы была высота ножки куколки. То есть мы сейчас наполняем, затем ставим отметочку начала ряда наш маркер, подтягиваем петельку и вяжем дальше, при этом постепенно-постепенно при вязании мы будем наполнять ножку, придавая ей объем. Довязали высоту ножки и в последний вот здесь вот столбик или можно в следующий, в первый столбик следующего ряда связать соединительный столбик и я вытащила ниточку на изнанку. То есть вот она ножка наша наполнена, связана высота и нам нужно связать идентичную вторую детальку, то есть вяжем с самого начала вторую ножку. При этом старайтесь, чтобы плотность вязания у вас не различалась для того, чтобы величина ножки и ее размер были одинаковые. И теперь после того, как свяжете вторую ножку, не обрезайте вот эту крайнюю ниточку, то есть смотрите, первую мы отрезали, неважно какой длины оставим для того, чтобы ее потом можно было закрепить и спрятать, а вторую ножку вяжете точно-точно такую же, наполняете ее и при этом не отрезаете вот эту ниточку. То есть последняя петелька, вот у вас связанная через 25 рядочков, мы с помощью нее будем прикреплять ножки друг к дружке и затем вывязывать туловище. Для этого начинаем делать 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и присоединяем вторую ножку. Находим ровно по серединке вот здесь вот петельку, то есть делим ножку напополам и в среднюю петельку вот здесь вот вяжем столбик без накида. При этом рабочая ниточка у нас со второй ножки. Вот она, неотрезанная ниточка, мы ей будем работать. Вяжем столбик без накида в эту среднюю петельку. И продолжаем вязать по вот этому кругу второй ножки столбики без накида. Мы первый столбик провязали, еще довязываем 17 столбиков. Провязали 8 столбиков на передней части ножки, при этом еще прибавляем к нему первый столбик наш закрепительный, то есть 9 столбиков провязали. Десятый столбик я буду вязать вот здесь, где мы вязали в соединительный столбик окончания ряда. Сюда вяжу 10 столбик, затем я кладу на вязание вот так вот этот краешек ниточки и параллельно буду с 8 оставшимися столбиками завязывать в этот ряд остаток ниточки. Как бы параллельно его закрепляем и прятать буду кончик с первой нашей ножки. То есть, чтобы его не видно было и продолжаю вязать до того момента, когда у нас будет провязано от воздушной цепочки 18 столбиков. 18 столбиков первой ножки обвязаны и теперь мы, спрятав наш вот этот хвостик, кончик, можем его отрезать. Теперь берем крючок, подтягиваем нашу ниточку и вот так вот поворачиваем между ножками вот здесь вот верхушечку и находим 3 воздушные петли наши. Так как 18 столбик это последний столбик обвязывания ножки по кругу и теперь нам нужно провязать в каждую из 3 воздушных петелек цепочки нашей по одному столбику без накида. То есть, находим первую петельку, поворачиваем ее удобным для себя способом вот так вот и ввязываем по одному столбику без накида в каждую воздушную петельку. Это, возможно, будет тяжеловато, так как здесь у нас еще пока только начало вывязывания вот здесь вот ножек, поэтому обратите внимание на то, чтобы все было внимательно связано. Итак, вот 3 наши воздушные петельки провязаны по столбику и теперь продолжаем обвязывать 18 столбиков в каждую петельку, вводить крючок во второй ножке. И провязываем еще по одной вот здесь вот петельке, в каждую петельку по столбику, вот так вот, второй ножке. То есть, 18 столбиков нам нужно провязать еще по кругу второй ножки. Итак, 4 я уже провязала, далее продолжаю 5, 6 и так далее. То есть, обвязываем как первую ножку столбиками, так и вторую продолжаем, отсчитывая от воздушной цепочки 18 столбиков без накида. Связали по кругу 18 столбиков второй ножки и у нас вот она цепочка провязанных столбиков, трех столбиков с той стороны. Цепочка у нас и с этой стороны 3 воздушные петли, поэтому в каждую петельку провязываем так же, как и с той стороны по столбику. Первый столбик, во вторую петлю второй провязываем столбик и в третью петельку третий столбик. Далее у нас идут 18 столбиков второй ножки. Мы берем контрастную ниточку и отмечаем начало ряда. По счету у нас сейчас по кругу должны быть провязаны 42 столбика без накида, поэтому 41 ряд, это у нас сейчас уже по счету начинается. Отмечаем начало 41 ряда и будем вязать уже следующим образом. Находим первую вот здесь вот петельку первого столбика 41 ряда и начинаем отсчитывать 6 столбиков без накида, провязывая в каждую петельку по одному столбику. 1 столбик, следующую петлю, второй столбик, следующую петлю, третий столбик, следующую петлю, четвертый, следующую петлю, пятый и шестой столбик. Провязали 6 столбиков и теперь будем делать прибавления, то есть 2 столбика без накида вяжем в одну седьмую петельку. снова повторяем 6 столбиков без накида провязываем в каждую петлю по столбику одному 6 раз первый столбик следующую петлю второй столбик следующую петлю 3 следующую петлю 4 следующую 5 и последний следующую петлю 6 столбик снова делаем прибавление два столбика без накида провязываем в каждую седьмую петлю мы сделали два прибавления и так нам нужно провязать еще четыре раза 6 столбиков прибавления 6 столбиков прибавления мы прибавим 6 петелек поэтому в начале 42 ряда у нас получится по кругу 48 петелек или провязаны 48 столбиков без накида поэтому продолжаем до отметочки начала следующего ряда вязать 6 столбиков без накида прибавления 6 столбиков без накида прибавления при этом смотрите мы захватываем вот эти тоже петельки провязываем которые у нас получились от 3 воздушных петелек между ножками то есть мы каждую каждую петельку по кругу провязываем 6 столбиков прибавления, 6 столбиков прибавления. И смотрите, у нас получается соединение двух ножек и начало вывязывания туловища. Довязали 41 ряд и по кругу у нас 48 столбиков без накида. Теперь переносим наш маркер в начало 42 ряда. И сейчас нам 42, 43 и 44 ряд, то есть 3 ряда подряд, нужно провязать по 48 столбиков без накида. По кругу, не прибавляя и не делая никаких прибавлений, убавлений. В общем, в каждую петельку провязываем по одному столбику. Хотите, можете отметить начало первого ряда и затем провязывать высоту 3 ряда. Хотите, можете отмечать каждый ряд, при этом отчитывая 3 ряда. То есть, в принципе, в любом случае нам нужно провязать 3 ряда. До 42 по 44 ряд, то есть 42, 43, 44, 48 столбиков без накида по кругу, без изменения. Довязали 44 ряд, теперь переносим наш маркер в начало 45 ряда. Вытаскиваем нашу ниточку и переносим. По кругу у нас сейчас 48 столбиков без накида, поэтому в 45 ряду мы еще добавим 6 столбиков. Тем самым будем провязывать 7 столбиков без накида и делать прибавления после каждых 7 столбиков. Начиная с первого вот здесь вот столбика, отсчитываем первый, далее в следующую петлю второй, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. А в следующую петельку вяжем прибавления. 2 столбика без накида, первый столбик и в эту же петлю второй столбик. Далее снова продолжаем. Первый столбик вяжем, далее второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, шестой и седьмой. А затем в восьмую петельку вяжем 2 столбика без накида в одну петельку, первый столбик и сюда же второй столбик. Сделали второе прибавление и так нам нужно продолжить вязать до конца этого ряда, чередуя 7 столбиков прибавления, 7 столбиков прибавления. В конце ряда у нас 54 столбика без накида. Теперь мы сейчас, начиная с 46 ряда по 48, то есть 46, 47 и 48 ряд, должны провязать эти 54 столбика без накида в каждую петельку по кругу, без прибавления различных изменений ряда в каждую петельку по столбику 3 ряда. Начинаем, отмечаем первый ряд, то есть по счету у нас от начала это 46 и продолжаем вязать 3 ряда столбики без накида. Связали 3 ряда без изменения и теперь переносим маркер в начало 49 ряда. В начале 49 ряда мы сделаем убавление, то есть мы берем за передние 2 полупетли, 2 подряд и вяжем столбик без накида. Либо, как вы делали в голове, одна общая вершина 2 столбиков без накида. Сделали убавление, теперь вяжем 7 столбиков без накида подряд. Первая петля, первый столбик, вторая петля от убавления, второй столбик, далее следующая, третий столбик, следующая, четвертый, следующая, пятый, следующая, шестой и следующая, седьмой. Провязали убавление 7 столбиков, теперь повторяем еще 6 раз. Вяжем убавление, затем довязываем 7 столбиков. Первый столбик после убавления, в следующую петельку вяжем второй столбик, в следующую, третий столбик, в следующую, четвертый, далее пятый столбик, шестой и седьмой. Затем снова убавление, 7 столбиков, убавление, 7 столбиков. Вяжем до конца этого ряда, то есть нам нужно всего убавить 6 раз, и мы получим в конце ряда 54 столбика минус 6 столбиков, 48 столбиков без накида по кругу. Связали 49 ряд, и теперь мы в 50 точно так же сделаем 6 убавлений. Мы будем чередовать уже убавление 6 столбиков. Уберем от 48 столбиков еще 6 столбиков по кругу, и в конце 50 ряда у нас должно получиться 42 столбика по кругу, или 42 петельки. Поэтому переносим маркер в начало ряда, и сразу же начинаем ряд 50 с убавления. Затем продолжаем вязать 6 столбиков. Первый столбик после убавления, второй столбик после убавления, третий, четвертый, пятый и шестой. Это первый раз убавили, затем продолжаем вязать убавления 6 столбиков, второй раз, третий, четвертый, пятый и шестой. То есть чередуем убавления 6 столбиков, убавления 6 столбиков до конца ряда. В конце ряда убавив 6 петель, мы получили 42 столбика без накида по кругу в конце 50 ряда. Теперь, начиная с 51 по 55 ряд, то есть 51, 52, 53, 54 и 55, 5 рядочков, нам нужно провязать 42 столбика без накида по кругу без изменения. То есть мы просто ровным вязанием вверх 5 рядочков вяжем в каждую петельку по столбику. 5 рядов по 42 столбика без накида по кругу. Отмечаем начало ряда и начинаем с первой петельки вязать первый столбик, второй, третий и так далее. Связали 5 рядочков, переносим маркер в начало 56 ряда и продолжаем делать ряд с убавлениями. Изначально первую, вторую полупетельку захватываем, вяжем первое убавление, затем вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Затем снова делаем убавление 5 столбиков. Убавление 5 столбиков до конца. Нам нужно связать 6 раз убавление 5 столбиков. И в конце 56 ряда мы получим 36 столбиков без накида по кругу. И обязательно начните с убавления, для того, чтобы не пошло перемещение, чтобы не кривой бок у вас был. То есть у вас должно все идти ровненько, аккуратненько и красивенько. Связали 6 убавлений и теперь, начиная с 57 ряда по 61, то есть 57, 58, 59, 60 и 61. То есть 5 рядочков нам нужно прорезать без изменения в высоту. 36 столбиков без накида по кругу в каждую петельку по одному столбику без накида. 5 рядочков в высоту. 5 рядочков связаны и теперь переносим маркер в начало 62 ряда. 62 ряд мы продолжаем ряд с убавлениями, поэтому изначально делаем в начале ряда убавление. Затем вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И снова делаем убавление 4 столбика. Убавление 4 столбика. Чередуем до конца ряда, делая тем самым 6 убавлений в этом ряду. Затем довязав 62 ряд, с 63 по 65, то есть 63, 64 и 65, нам оставшиеся по кругу 30 столбиков без накида нужно будет провязать 3 ряда. То есть сейчас делаем убавление и оставшиеся столбики вяжем 3 ряда без изменения. И встретимся с вами в начале 66 ряда. Довязав до конца 65 ряда, нам нужно наполнить тело. То есть максимально проталкиваете наполнитель вот сюда к ножкам, к низу именно туловище, вот здесь вот где бедрышки. То есть хорошо-хорошо наполняете наполнителем внутренность. И продолжаем дальше вязать 66 ряд. 66 ряд мы снова начинаем с отмечения начала ряда и с убавления. То есть делаем в начале ряда, как всегда, наше убавление первое, а затем дальше вяжем 3 столбика без накида. Я, как всегда, делаю за передние полупетельки убавление. И продолжаю вязать 3 столбика без накида. Первый столбик, второй, третий. Снова убавление и 3 столбика без накида. Убавление, 3 столбика без накида. То есть, как всегда, чередуем 6 раз. То есть 6 раз вяжем убавление 3 столбика, убавление 3 столбика до конца 66 ряда. И в конце, убавив 6 столбиков, у нас получится по кругу 24 столбика без накида. 66 ряд довязан до конца. И теперь 67 и 68, то есть 2 ряда, нам нужно провязать без изменения. 24 столбика без накида в каждую петельку по столбику. Высоту 2 рядочка. Начинаем, отмечаем первый наш столбик и начинаем отсчитывать 48 столбиков без накида по кругу по спиральке. Связали 2 ряда столбиками и теперь в 69 ряду ставим отметку начала ряда и делаем последний ряд убавления. Изначально делаем, как всегда, в начале ряда убавление и затем вяжем после убавления еще 2 столбика без накида. Первый столбик и второй. И снова вяжем убавление 2 столбика, убавление 2 столбика. Убавляем в ряду 6 столбиков без накида, вяжем 6 раз убавления, 2 столбика чередуя. И в конце 69 ряда у нас по кругу останется 18 столбиков без накида. Итак, первый столбик, второй и вяжем снова убавление. Первый столбик, второй и вяжем убавление. Итак, до конца ряда чередуем. Довязали до конца 69 ряда убавление. По кругу у нас 18 столбиков. И теперь последний, заключительный 70 ряд мы свяжем по кругу наши 18 оставшихся столбиков. Каждую петельку вяжем по одному столбику. Довязали 70 ряд и теперь делаем в первую петельку 71 ряда соединительный столбик. Вытаскиваем ниточку где-то сантиметров на 15-20 можете даже. Отрезаем ниточку. И теперь нам осталось лишь донаполнять наше туловище для того, чтобы придать ему красивую форму. Вот на данном этапе нам нужно сейчас красиво-красиво наполнить и максимально выровнять вот эти вот наши переходы, убавления столбиков без накида. То есть сейчас наполняем и приступаем к сборке. Начнем мы пришивать туловище к голове. Затем на расстоянии 4 рядочков сверху мы будем пришивать ручку. На расстоянии 4 рядочков снизу будем пришивать пальчик. Для начала нашу куколку сошьем между собой детальки. А затем до встречи в третьей части, где мы продолжим вязать одежду для куколки.